Как обстоят дела в сфере государственных закупок, сегодня обсудили на очередном заседании Координационного совета по противодействию коррупции при главе Чувашии. Какие нарушения выявляют правоохранительные органы, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Коррупционные факты в сфере госзакупок по-прежнему выявляются наиболее часто. Сливки с продаж и покупок снимают при заказе товаров для отрасли АПК, жилищного строительства, дорожного хозяйства и медицины. В этом году администрацию Батревского района уличили в приобретении дешевой электростанции, хотя по документам муниципалитет вовсе и не думал экономить. Стоимость оборудования и проведенных работ при этом была оплачена в полном объеме, чем допущено необоснованное расходование средств местного бюджета на сумму около 300 тысяч рублей. По направленным прокурорам материалам Батревским отделом Следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, которое расследуется. По-прежнему в республике пресекают действия компании «Однодневок». Такие фирмы даже срывают заказы Министерства обороны. Последнее время они предоставляют заказчикам подложные гарантии от банков. Из-за подобных организаций в республике до сих пор откладывается открытие детских садов. Причем взыскать существенную сумму с них потом довольно сложно. Они потому что уведут активы и ничего не оставляют. 10 тысяч уставленный капитал. Понятно, что сейчас судебная практика не сформировалась. Фазада 44, который принят, работа начата со всеми теми государственными заказчиками, муниципальными заказчиками. Опять-таки в реальной работе вопросы возникают. Лазейка появилась для недобросовестных участников. Но вести порядок в сфере госзакупок возможно. В республике составляют списки недобросовестных подрядчиков. Только с начала этого года в перечень попали 18 организаций. Медрик Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова